Учинство Курманск, Магадан, 147 серия. Будет пройдено 53,5 километра движения в сторону Читы. Комментарии Сергея Трошин. С трассы Байкал практически не виден. Из окна поезда вид потрясающий. Так как от Туапсе до Сочи, Черное море прям по берегу. Я очень согласен с этим, совершенно верно. Неоднократно проезжал и там, и там. Но на Черном море даже дельфины одно время сопровождали движение поезда. Очень красиво. Ну, что касается Байкала, то он красив во все времена года. Конечно, в зимний период я бы не хотел оказаться на берегу Байкала. Далее. В этом видео есть фото вставки. Я останавливался, фотографировал скалы. Красивые места. Не пропустите это в самом начале. Ну и дальше будет культовое место. Так, далее. Иван Смолин. Очень сердитый комментарий. Это серия 142. Я зачитывать полностью комментарии не буду. Но отвечу на основные претензии, которые предъявляет этот товарищ. Он дает мне рекомендации, советы, проезжает, что прежде чем комментировать, нужно изучить район Википедии. Я не могу изучать все регионы. Я являюсь специалистом в области краеведения. И готов изучить все регионы России, по которым пришлось мне ехать. Это нереально. Тем более в Википедии. Если мне нужна какая-то информация, я предпочитаю обращаться к специалистам, к научным трудам тех людей, кто занимается этим профессионально. Что касается видео, то в описании видео четко сказано, что оно предназначено для автотуристов, автопутешественников, для тех, кто отправляется в дальнюю поездку. И ему интересно, важно знать состояние дорожного полотна, инфраструктура, основные. Основная информация, которая может понадобиться водителю в дальних поездках. А что касается остальных тонкостей, тонкостей каждого конкретного региона, они могут это прочитать в интернете. Кроме комментариев из салона автомобиля, который может слышать любой, кто просматривает видео, они могут сравнивать это с реальной картинкой. Если, например, участок степной части проходит, то и на горизонте видны горы, леса и так далее. Это любой может увидеть своими глазами, просматривая видео. Так, пойдем к мне. Прошу монетку. Прошу монетку. Прошу монетку. где я остановился у меня не было ленточек поэтому я оставил несколько монет в этом месте кстати на обратном пути я вновь остановился оставил тоже несколько монет вообще по россии очень много таких мест вот культовых где я с уважением отношусь к этим местам поддерживаю насколько могу жертвуя там какими-то монетами или еще чем-нибудь и вот на обратном пути я вновь остановился здесь сфотографировал ну так было по всей россии повторю что таких мест очень много на асфальте асфальт в этом месте усыпан монетами люди проезжая мимо останавливаются или не останавливается кто-то из окна бросает монеты вся дорога усеяна монетами но кто-то ходит эти монеты собирает это у каждого пусть будет на совести участок дороги и вот посмотрел по карте населенных пунктов на карте практически нет стрелкой показал где проходит где находится река арей но ее из окна автомобиля не видно так что смотрите делайте выводы да ну да 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 Продолжение следует... Надо чтить и уважать традиции и обычаи народов, живущих на этой земле. Продолжение следует... Земля вокруг этой ступы посыпана монетами. Все, кто проезжает, большинство, наверное, все оставляют монеты. На асфальте они и на обочине, и у памятника. На выступе памятника там лежит яблоко. Призываю всех автотуристов, автопутешественников, кто будет приезжать в такие места, восстанавливаться, почтить. Это святое для людей место. У меня ленточки не оказалось. Поэтому я оставил монетку. Не только здесь. Это и в Карелии, и в Башкортовстане. В Якутии, на границе Саха-Якутия. Тоже такая стоит. Такое место есть, где люди останавливаются, с почтением обращаются к хранителям этих мест. Не пренебрегайте от того, что я говорю. Мысленно обращаются со своими пожеланиями здоровья, благополучия родным и близких. И затем продолжают путь. Благодарный край. Красивый. Очень красивый. Просторы. Горы в голубоватой дымке. В синие дымке. Расстояния очень большие. Чтите память предков. Вы обязаны им, хотя бы самим фактом своего существования. Должны быть за это благодарны. Ну вот как проехать, блин, не остановиться, не сфотографировать, а? Продолжны追aters. ТОРllo? Поехали. Чтите память. Продолжaré все. Ну вот как прос savory. Расстояние поved описанию. Продолж 220 глян. Повторcı. Повтор��ہ. Повторя. 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 Продолжение следует... 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 Кнопка нажала, запись пошла... Периодически протирать оптику... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Перспектива красивая в дороге... Кривоватая... Продолжение следует... 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 В 20-х числах сентября этого года, 2021, наступает 7530-е лето Отцетворения мира в Звездном Храме. Это славянское летоисчисление. У славяна не было такого понятия, как год. Было лето. Что интересно, почему-то ребенок, когда рождается, говорят, один год, два годика, три годика, четыре годика и пять лет. Шесть лет, сто лет, но 21 год, 22 года, 23 года, 24 года и 25 лет. И так с каждой десяткой. Тридцать, сорок, пятьдесят и так далее. Странно. Почему вот такое ведется исчисление? Необычайно богата своими преданиями славянская летопись. И слово-то, история, от чего произошло. То есть все, что соответствует Торе, ну это еврейская святая книга Тора, все, что соответствует, то становится достоянием. А то, что не соответствует Торе, канет в лето. Почему славяне говорили, канула в лето. На современном языке, так как уже общепринято, ушла в историю. Нужно возвращаться к славянской двери, к славянским богам. Когда начинаешь немного интересоваться летой, то интересный вывод можно сделать. То славян, например, первенец в семье, первый ребенок, который родился в семье, назывался уродом. То есть он стоял у источника рода, нового рода. В нашем понимании это звучит как-то оскорбительно. В Рязанской, в Ярославской области, возле города Переславль-Залесский, находится святое для родославянного место, синий камень. Как его называют. С ним связано много легенд, много поверьей. Ну, последние годы там даже брали указательный знак к этому святому для славян месту. Молния начинает сверкать. Темное облако справа, газовое. Из него извергаются молнии. Не знаю, сможет видеорегистратор заснять этот момент. Это будет и такая возможность. Но уже одну молнию яру видел. У нас вода и ливень там, вон какие мутные водяные столбы. У нас вода и ливень там. У нас вода и ливень там. На береге закрывают. Не видно. Продолжение следует... 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 Проехали какое-то время... Выбрали место... Остановились... Пожили недельку, месяц... Назовело, поехали дальше. Продолжение следует... 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 Подрегулировал заднюю камеру и отправляемся потихоньку в сторону Разогрел воду, заварил чай, чтобы по дороге не так было скучно Не ехали Ладно, дождик промоет Все Вода окончилась в этом пополаскивателе Сигнал подопредел, что воды в обнователе мало Сигнал подопредел Сигнал подопредел Сигнал подопредел Сигнал подопредел Сигнал подопредел 5 часов движения даже не знаю блин под счетой остановиться за счетой под счетой Продолжение следует... 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 Продолжение следует...